На прошлой неделе на территорию храма Покрова Пресвятой Богородицы въехала обычная машина с необычными пассажирами. Сначала прихожане увидели контейнер. Этот контейнер у нас волшебный. В нем буквально мы выпускали косулю, которая тоже была обнаружена, спасена на территории завода. В нем мы отпускали в прошлом году двух лебедей уже на озеро, потому что они полноценные, то есть они прошли реабилитацию и было решено, что они выживут. В этом контейнере мы отпускали, скажем, других животных крупных, которых выпускаем. Но сегодня этот контейнер, в нем доставлены лебеди сюда, из Челябинска, с нашего предыдущего. Это вот жертвы браконьеров. Браконьеров, которые стреляют в птицу. Птица – это священная. И все должны знать, что именно у ангелов это лебединые крылья. То есть нельзя стрелять в своих ангелов. Это получается, человек, который стрелял, он совершил самый страшный грех. Птицы до встречи с браконьерами жили на разных водоемах. Обе потеряли пару и стали инвалидами. Мальчика он постарше, назвали Зигфридом, девочку – одеттой. Как их отличать? Очень характерные шишечки на клюве. На клюве у лебедя Щипунова мальчиков большая такая шишка, а девочка, она такая симпатичная, без этой шишки. И надеемся, что благодаря вот этому пруду, вот этому новому месту, который приближенный к естественной среде, они вот эту пару создадут. До этого краснокнижным птицам приходилось ютиться в небольшом бассейне. Дикую природу их отпустить не получится. Жертвы браконьеров не смогут там выжить. В пруду они почувствовали себя на воле. Здесь шипуны пробудут все лето. Замечательный пруд, природный пруд. И, наверное, очень хорошо то, что он находится рядом с храмом и находится в таком попечении особом. И прихожан, и настоятеля. И тут забота не только питания, не только само условие природное, но и безопасность. Здесь не только забор вокруг территории, но и еще и хорошее видеонаблюдение. 18 камер по всей территории. Но, наверное, дело не только в камерах, а дело в заботе как таковой. На территории храма и до лебедей был живой уголок. Поэтому служители знают, как ухаживать за пернатами. Прихожан сразу просят не кормить шипунов. У них особое питание и свой корм, которым обеспечил птиц депутат Госдумы. Сегодня привезли запас корма, за ними будут присматривать. То есть это лебеди, которые проходят реабилитацию. Кстати, вот буквально позавчера у нас два лебедя настолько восстановились, что смогли самостоятельно улететь. И это уже все возвращение в естественную среду обитания. Все они пострадали от рук браконьеров. У них стреляли, на них охотились. Причем охотились незаконно, потому что охота на краснокнижных птиц запрещена. У них есть свой рацион. То есть они питаются сами, не надо никакого хлеба кидать. Они не голодают. У них будет и корм всегда, и спецпитание, к которым они привыкли. Надо понимать, что они животные инвалиды. То есть у них специальный режим кормления и способ кормления. Если птицам понравится в Копейском пруду, то через некоторое время к паре могут привезти еще нескольких лебедей, также пострадавших от браконьеров. Сейчас они находятся в приюте, и им предстоит курс реабилитации. Спасибо.